я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители конечно поздравляю вас с 9 мая а теперь перейдем главным новостям случившимся в мире российский комплекс окно зафиксировал рост активности в космосе вы понимаете о чем идет речь это значит что где-то на низкой орбите земли или чуть выше находятся те самые межгалактические корабли которые берут в кольцо или в окружении нашу землю как далее написано что с 2020 года эта группировка увеличилась на 5000 космических объектов вы представляете было 25 тысяч а сейчас 30 тысяч и ни с того ни сего за год вот так вот увеличилась эта сумма конечно же это не только спутники а действительно настоящий нло еще вам хочу сказать что все обломки которые должны были упасть от китайской ракеты слава богу упали в индийский океан ну а теперь я верну вас на землю и мы продолжим путешествие по она это друзья вот и происходит наша выгрузка из самолета мы сейчас будем двигаться уже к выходу полет закончился все хорошо движемся только вперед идем 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 так посмотрим как выглядит она при как встречает она нас по погодным условиям но могу сказать что плюс 17 до свидания плюс 17 достаточно прохладненько но вот она она по всей красе ну и мы с вами здесь шикарно проходили вот на этом зелененьком самолете наверно шум большой в любом случае я немножко покричу вам расскажу нас встречает два желтых автобуса сейчас я тоже их покажу спускаемся по трапу красота вот первый автобус а во второй мы сейчас наверно второй сядем поедем потому что первый уже все отчаливает мы сейчас сядем на второй вот он сам самолете красота сейчас я еще сделаю пару фотографий себе на память так залезу в автобус некоторые люди он еще продолжают выходить только что произошла выгрузка а мы с вами движемся дальше поедем путешествовать и кстати если честно сам не знаю куда я точно попаду куда мне направляться но все по ходу дела вам расскажу вот мы значит уже выгружаемся из наших автобусов она по всей красе от самолета автобус довозит ну скажем так зона прибытия и все люди потихонечку начинают идти внутрь аэропорта я здесь первый раз поэтому не знаю как здесь все выглядит сейчас мы вместе с вами и посмотрим самолет вон кстати летел самолетик и пошел 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 на взлет тоже со сэм все заходим внутрь вокзала сейчас все внимательно изучил что здесь у нас есть ну могу сказать что аэропорте конечно небольшой маленький здесь у нас зона прибытия на конвейере носят точнее не носят а возят именно багаж у кого-то если остался такси такси как я буду добираться отсюда понятия куда мне двигаться я тоже понять не имею но сейчас буду что это решать для начала я посещу вот это местечко туалет ну что сказать туалет как туалет вот так он выглядит обычный мужской туалет в аэропорту ну хороший теперь выбираемся отсюда и так я решил переодеть немножко маечку мы вступаем новый город значит скажем так в ножа в новом визуальном виде и наше путешествие начинается будем смотреть все самые интересные важные думаю вам понравится поехали друзья продолжаю все вот он выход и дальше мы движемся в город принципе здесь уже ничего не проверяет никто идешь 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 есть такси даже нет нет спасибо ну вот он сам зал так скажем аэропорта анапы витязево он в самой анапе находится а так скажем рядом с анапы поселке витязево но это мы потом все посмотрим сейчас наша задача выйти отсюда мы еще ведь будем и улетать из-за аэропорта поэтому нас ждет с вами смотрите что есть такси есть общественный транспорт скажу сразу нас ждет общественный транспорт потому что мы с вами катаемся именно на нем чуть позже расскажу какое место я себе скажем немножко заказал чтобы переночевать но обо всем подробнее пока что нас встречает она посмотрим все вокруг солнышко светит оттуда мы с вами только что прилетели и ждем какой-нибудь автобус точнее ошибся когда выходите из аэропорта анапы нужно не стоять там потому что видимо там ждут такси а пройти вот здесь правее его вздалеке вижу маршрутку вот маршрутку уже привезет нас куда-то к центру города я так понимаю нам нужно попасть ближе к администрации именно там я себе скажем заказал небольшое местечко хостел чуть позже мы его посмотрим и все увидим поэтому нас интересует лишь общественный транспорт но все равно красота погода шикарная все-таки тепле немножко чем центральной россии но скоро увидим с вами и море стоимость проезда маршрутки от аэропорта до центра города 55 рублей паровоз багажа 25 в общем выползаем из этой маршрутки получается вечером после 21 00 проезд 75 рублей поднимают они цены все мы с вами прибыли в анапу все сказать не знаю где то есть мы находишь но это центр анапы это автовокзал по-любому думаю здесь мы не ошибемся но и все теперь у нас все карты в руки можем прогуляться пройтись и найти какое-нибудь себе местечко для ночлега для начала а там разберемся так друзья очень интересный момент ну и может быть я не буду показывать телефон потому что может быть человек не хочет не знаю очень жилье в анапе вышел с автовокзала стояла женщина вон она стоит на белой курсе вон их две с черными волосами с белыми ко мне точнее я сам спросил у женщины в белой курточку говорю какие самые недорогие номера она мне говорит одного человека от 500 рублей но я уже снял себе жилье сейчас пойду искать не знаю где мы его найдем как получится или нет поэтому я взял у нее просто визитку вопрос а говорю дайте мне на всякий случай ваши координаты вдруг меня не засели туда куда я собрался заселяться в общем 500 рублей человек и другие цены я не спрашиваю я говорю самая недорогая цена если на одного человека вы хотите телефон покажу я не знаю может правильно неправильно сделано покажу вот ну по на всякий случай может кому-то пригодится в анапе как я понял цены недорогие мы ищем наш домик вот вы знаете пока буду искать идти свой дом свое жилье мне бы хочется сейчас знаете больше всего что просто попить водички купить что-нибудь такое ну я понимаю что вокруг полно всяких магазинчиков пока что не знаю где что продают тут смысл в чем самое главное как я обычно делаю приезжаю в любой город курортный куда-нибудь еще это нужно найти такие более-менее недорогие магазины продуктовые ну на подобие магнитов пятерочек там дикси все что угодно в данном случае я вижу здесь всякие небольшие частные лавки понятное дело иногда и здесь приходится покупать но чтобы полноценно покушать или затариться продуктами нужно найти именно это местечко так что буду идти пока что по улице искать наш дом знаю что он расположен где-то рядом с администрации анапы понятия не имею куда точно двигаюсь просил той женщины к администрации говорят идите вот по этой улице куда-то там упрётесь не ошибетесь вот мы и движемся смотрим ну могу сказать уже люди есть отдыхающие конечно холодно плюс 17 18 такой жары нету но люди гуляют вовсю в общем сезон начинается различные сувениры в этом и потом посмотрим на самом деле могу вам сказать одно знаете вот просто красота пройтись по этим улицам сменить вот обстановку каждому человеку я советую иногда своей жизни что-то менять спонтанно но можно конечно из подготовку у меня же всегда это получается сделать каким-то образом спонтанно и вот тогда возникает самый интересный момент хочется продолжать что-то искать как-то развиваться ведь и в каждой наши новые поездки мы открываем для себя что-то новое и интересное то есть непривычный нам мир и в этот раз я тоже думаю мы поснимаем что-нибудь интересное сделаем какие-то классные открытия вообще путешествовать всегда штука классный особенно когда ты один гуляешь ну почти что в незнакомном городе но хотя и на самом деле я в анапе уже получается третий год подряд и в том году я был в анапе и в этом году в анапе но в том году я катался в основном на машине и очень быстро сегодня мы здесь в этот раз точнее мы с вами здесь немножко задержимся посмотрим все повнимательнее мне вот интересно сколько же здесь стоит прокат самокатов велосипедов в анапе потому что они владеют информацией так аренда электросамокатов от 4 рублей минуты от 4 рублей минуты сейчас просим цены а пацаны не сориентируйте по самокатам 50 рублей единоразово оплачиваем и 6 рублей потом 6 рублей минуты на велосипедах и на самокатах без разницы а я не знаю а вы берете беда 50 рублей оплачиваешь по 6 рублей минуты получается 10 минут 60 60 рублей надо посчитать в принципе дорого или недорого непонятно 50 рублей сразу же оплачиваешь так еще раз дайте я прочитаю ну-ка из 4 рублей минут на по 6 рублей минуты 10 рублей 60 рублей 100 минут 600 рублей но блин дороговато 100 минут от полтора часа 600 рублей плюс 50 дороговато так вот это какая-то у нас центральная улица подходим видно уже куда-то дальше ну там уже и набережной заложено час и вообще все самое интересное так мальчишки вот танцуют брейк-дэнс какой-то и мы движемся движемся люди гуляют но прохладно посмотрим потом что еще будет на море даже будет очень и очень интересно увидеть все красота мальчишкам брейк-дэнс показывает вообще молодые мальчуга на лет 10-12 крутится вертится красавцы центр анапы в разгаре нашел и перекресток друзья вот он универсал придется здесь что-нибудь купить на покушать рядом с парком зашли мы с вами в магазин перекресток меня интересуют здесь первую очередь вода так скажем любые жидкости соки сейчас мы посмотрим сколько они стоят супер цена кока-кола 54 цена по карте но это у кого есть карты перекрестка у меня с перекрестка нету так 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 соки соки рич 179 но дорогие соки различные сады придоне 114 так а водичкой вообще не вижу вода может быть каком-то другом отделе посмотрю яйца сколько стоит цена на яйца 10 штук 92 рубля 92 слева 104 94 но дорогие яйца вообще десятки очень дорогие на самом деле довольно таки мощный перекресток есть касса где обслуживают кассиры а есть вот здесь вот кассы самообслуживание и очень много людей здесь стоит вики в кассах самообслуживание себя сами обслуживают покупает потом пластиковую карточку и уходит прям сильно это развитие смотрю здесь не во всех городах еще так все это популярно слушать а не можешь подсказать почем вот эти самокатики сколько стоит 250 рублей час здесь сейчас но можно взять и на полчаса не обязательно целый час конечно сколько хотите столько и катайтесь по времени можете 15 можете 30 оплачь можно и наличкой можно оплатить есть что карточка до переводном по сберман ну по карточку переводу а так работаете если наличка до скольки времени но целый день до целый день ну понял она тебя сейчас может попозже подает ладно пассивы и так пока искал городской администрации она по она вот на заднем плане поворачивайся вон прямо перед ней выход черному морю но мы пойдем туда немножко попозже рядышком прямо с колесом только что с мальчишкой поговорили насчет самокатов вот там он стоит 250 рублей час принципе ну нормально то можно брать по любому времени несколько стоянок есть может быть возьмем покатаемся и так вот у нас выход к море но мы ищем куда заселяться а заселяться мы будем где-то за администрации пока что ищем наш домик ну чтож вот я и заселился в номер прямо в анапе ну скажу вам так вот такой вот номерочек хотя здесь вроде бы две кровати он небольшой совсем но могу вам сказать одно что цены очень и очень разумные буквально в центре анапы находится вот этот вот гостевой дом он называется не отеля прям так вот не хостел не отела а прямо гостевой дом хотите потом название вам расскажу без проблем в общем номер вот этот стоит 500 рублей в сутки чтобы поняли там допустим 5 дней но 500 на 5 умножаете 2 500 на 1 человека но как я понял хозяйка вот этого номера она как бы не теряет время если клиентов нет то есть принципе видите здесь две кровати видимо могут заселяться и двое людей может быть там и кто-то семьями но раз пока что никого нет они сдают за любые деньги вот за 500 рублей вот такой вот номер пожалуйста мне готов здесь я буду жить с вами будем вести диалог отсюда но классно 500 рублей в день отличная цена все мы на месте мы с вами заселились а все внимательно посмотрю передышкой пускаемся в путешествие по анапе сейчас покажу что еще здесь есть получается верхний этаж помимо вот этого основного номера куда мы с вами заселились если мы выходим тут какой-то номер еще тут ремонтируется есть у меня здесь но как бы получается общий наверное этаже холодильник понятных кухня покушать можно все перекусить микроволновка моечка стол так здесь у нас душевая кабинка с правой стороны умывальничек зеркальце но вообще мне кажется великолепно за 500 рублей в день а а почему бы и нет центр анапы красота сейчас я немножко передохну все посмотрим внимательно а вот сама узел пожалуйста туалетик отличный туалет все сходил в туалет все работает все чистенько все аккуратненько мне нравится несколько этажей тут видимо 3-4 потом с улицы посмотрим место отличная красота так есть такая у нас все площадочка для отдыха можем посидеть на свежем воздухе столы и стулья ну скажем так для передышки и где-то там и на самом верху живу я а получается вот мое окно это 2 вот я в мансарде самой крыши так но вот таким вот образом выглядит гостиный дом в котором я живу чтобы понимали но это имеется ввиду со стороны улицы такое небольшое двухэтажное здание хотя я живу где-то вон там на самой крыше на самом верхнем этаже ну классное местечко так движение здесь односторонним и идем дальше теперь сейчас вам покажу очень интересный момент сколько стоит недвижимость в анапе чтобы понимали по сравнению с другими городами евро двушка 56 квадратных метров цена 6 миллионов 200 это офигеть новый двухэтажный дом плюс 8 номеров для отдыхающих 100 метрах от моря цена 21 миллион рублей обалдеть трехкомнатная квартира 114 квадратных метров цена 7 миллионов рублей коммерческое помещение 77 квадратных метров 6 половиной миллионов рублей однокомнатная квартира первый этаж пятиэтажки нового дома алексеевка цена 3 миллион девятьсот пятьдесят тысяч срочная продажа земельный участок 8 соток цена 450 тысяч двухэтажный дом площади 106 квадратных метров центральной части города 15 миллионов рублей вообще цены если чесать про сумасшедшие все вот это стоит а по 20 по 30 миллионов каждый дом вообще где-то скажем центральной россии там но не берем москву намного все дешевле за 2 миллион даже за миллион можно купить там новостроек если долевую часть и ну 23 но тут вообще цены просто сумасшедшие и так сейчас в общем беру электросамокат но ненадолго сегодня покатаюсь вот по центральным улицам просто для интереса но хотя тут был конечно в анапе много раз ну еще разочек прокачусь а завтра уже может быть подольше возьму сейчас минут на 20 может там ну примерно 20 минут очень возьму и покатаясь туда-сюда поснимаем видосик думаю будет круто все погнал а кстати где солнце солнце всем привет так друзья в общем качусь на самокате охоте чуть-чуть не упал надо одной рукой не так вот он по анапе сейчас я вам покажу как это происходит взял его все-таки вот таким образом короче расталкиваешься педаль газа и погнал вся моя поездка обойдется мне вот эти 20 минут покататься она обойдется мне обошлась точнее уже в 100 рублей вот 100 рублей я гоняю смотрите здесь везде абсолютно по всем улицам мы с вами ездим и кайфуем а как вам такое шоу ну давайте под газу и немножечко крутя знаете вот реально это на самокате поудобнее хотя можно обойти здесь все посмотреть завтра может быть еще покатаем сейчас у нас будет именно вот такая гонка еду видите одной рукой может сказать без тормозов потому шторма слева и вот мы с вами катимся день такой до 17-18 градусов уже вечереет но думаю вам нравится сейчас я переключу но в общем вот так мы проводим время я сейчас перевел камеру на себя и одной рукой подруливаю что проехать все новые места сейчас пооткрываем а завтра будем путешествовать все круто вот такая вот великолепная прогулка мы едем в дальнейшее путешествие вместе с вами но вот у нас и пляжи анапы во всей красе можем посмотреть закат солнца хочу успеть снять поэтому мне нужно будет поставить самокат обратно мы сейчас с вами прокатимся а потом пойдем гулять пешком главное начать но вот она и я все мы едем дальше по набережной смотрим все что происходит в анапе в прямом эфире вечер народу пока не так уж много ну и мы с вами здесь так давайте по этой плите по имени кашина менее вибрирующая на красота люди гуляют и вот этот закат солнца я приготовил камеру нам бы успеть снять то есть надо откататься и срочно возвращаться сюда аквапарк анапы во всей красе и вот мы с вами катаемся здесь по полной прям одной рукой видите я держусь даже велосипедиста можем догнать и исходить видели что мы творим гоним гоним гоню так лишь бы никого не вляпаться потому что я без тормозов и ответьте левой рукой тормоза от не держу но сбрасываешь газ он притормаживает сам если что конечно я возьму тормоз камеру как бы опущу вниз и левой рукой приторможу ну зато мы видим весь обзор что здесь сейчас происходит отлично великолепно она по во всей во всей красе на пляже конечно никто не купается просто гуляют люди ходят отдыхают но и мы с вами сегодня мы прогуляемся по этой стороне завтра мы прогуляемся по левой части города но я так условно называю по левой отлично пацаны для простых самокаты гоняет а мы с вами ездим на электро так сейчас я перееду вот сюда правее так 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 едем дальше все таки на самокатах с одной стороны удобнее нам чем тем что ноги хотя бы не отаптываешь так сильно видишь достаточно много мест но сейчас уже вечер желательно здесь днем погулять принципе она по это детский город созданы для развлечений полиции ставят казаки центральный вход центральный пляж можно сказать многие сидят в кафе вот красота какая набережная солнце заходит нам нужно торопить чтобы успеть его снять детский парк и погнали много-много молодежи именно девчонки мальчишки здесь такой основной контингент их вообще в анапе три парка таких основных с аттракционами с горками с различными вот это один из них как раз напротив администрации анапы вы все своим глазами видите смотрите так мы сейчас двинемся дальше и будем искать выход но красота друзья думаю вы со мной вместе катаетесь получаете удовольствие шикарно мы сменили обстановочку продолжим изучать она бы здесь много исторических таких моментов которые я вам чуть позже расскажу и мы пройдем именно по этой исторической части думаю вам очень сильно понравится автотрек смотрите какой мальчишки гоняют на картингу до мальчишки взрослые все родители ну и мы с вами красота есть в анапе и музыкальный фонтан который переливается различными цветами но это уже совсем другая история и поговорим о ней следующий раз а пока что до свидания до новых встреч и бум а а